И на самом деле я могу предложить такой очень удобный рецепт для таких людей, которые вроде бы хотят получить деньги назад, но при этом не хотят выводить кого-то на договор. Потому что надо целый разговор завести о договоре, его нужно подготовить. Скорее делитесь, я думаю, телезрители уже в нестерпении. Есть такой институт страшный, называется в гражданском праве неосновательное обогащение. Суть его состоит в том, что если у тебя нет договора, а ты чего-то получил от кого-то, то если у тебя есть доказательства, что этот человек получил всё-таки от тебя, какую-то вещь, имущество, то в этом случае ты можешь потребовать от него вернуть всё назад. Относительно денег всё очень просто. Если у вас кто-то просит деньги взаймы, скажите, да, я могу тебе дать эти деньги, но только безналичным платежом, с карточки на карточку. И передачу денег зафиксирует кто? Банк. Эту выписку по счёту можно всегда будет в банке заказать через много-много-много лет. И когда вдруг вы поймёте, что надо деньги-то как бы обратно просить, а человек не хочет давать, то, собственно говоря, вы можете эти деньги попросить в судебном порядке, просто предоставив суду сведения о том, что эти деньги ему передали. Ведь договора нет? Нет. И более того, вы можете начислить ещё и проценты, правда, небольшие поставки рефинансирования Центрального банка, но, собственно говоря, ну хотя бы какой-то размер инфляции этот процент может покрыть.